Там, где находится ЧВК «Вагнер», непременно растет количество убийств. Каждый из вас прошел то, что не проходили ваши отцы и деды. Associated Press сообщает, что в Мали после прибытия российских наемников резко вырос уровень насилия в отношении гражданских. Я видел, как умирает мой 16-летний сын. Я очень хочу, чтобы мир вернулся и все вернулось на круги своя. Здесь, в Бамако, я живу жизнью, которую не выбирал. С декабря 21-го года в Мали было убито более 2000 мирных жителей. Как минимум треть смертей связана с вагнеровцами. Пригожин все время пиарится и рассказывает о том, какие профессиональные у него бойцы. Но на самом деле это международные преступники, которые только и умеют терроризировать мирное население, дозабаливать поля своими трупами. Среди их подвигов фигурируют массовые убийства и внесудебные казни, сексуальное насилие, произвольные аресты, грабежи и запугивание мирных жителей. Изначально наемники прибыли в страну, чтобы обучать малийских военных обеспечивать защиту чиновников. В итоге такое обучение превратилось в массовое беззаконие. В одном из задокументированных правозащитниками случаев вагнеровцы совершали массовые убийства жителей в деревне Догафри и Мура. По самым скромным оценкам, там было убито 330 человек. Молодцы, спасибо. Если надо будет повторить, определимся. К середине июля 22-го года в стране было около тысячи российских наемников и 9 их баз. Оставили их туда на военных самолетах российской армии. У ЧВК Вагнера ведь нет же собственных самолетов. Буквально сразу же после прибытия вагнеровцев местное население обвиняло их в массовых убийствах, домогательствах и изнасилованиях, грабежах и запугивании мирных жителей. Надо же, чтобы отобрали уже наконец все. Чем быстрее отберут, тем лучше. Самим уже надо отобрать. Только в исключительных случаях начиналось расследование. Выполнили свою задачу по совести и честно. Эту группировку международных преступников хоть и возглавляет Пригожин, но создавалась она не им. Это совместный проект ГРУ и Минобороны России, что подтвердил бывший вагнеровец, рассказавший о том, как попал к наемникам в 2014 году. Мы всю форму бойцы получали на складе вот этой части спецназа ГРУ. Было такое хорошее снабжение, все было хорошо. Мы непосредственно были под ГРУ. Речь идет о полигоне Молькино в Краснодарском крае, где и расположены части спецназа ГРУ. Именно там он и многие другие заключали свои контракты. Впоследствии эта группировка стала известна на весь мир своими зверствами. Изуродовали кувалда, отпилили голову, труп сожгли под музыку. Вагнеровцы еще задолго до событий в Украине были бесчеловечны по отношению к мирному населению, но сегодня их ряды пополняют уже не бывшими полицейскими, а преступниками из колоний. Десятки тысяч зэков были отправлены в Украину для совершения преступлений, но после этого некоторые смогли вернуться домой. 180 дней вы отработали так, как надо. Я вам говорил в свое время, мне нужны ваши криминальные таланты, чтобы убивать врага на войне. Теперь криминальные таланты не требуются. Постарайтесь, максимально помните о том, что не надо в лагерь возвращаться. Даже сам Пригожин прекрасно понимает, что те люди, которых он сегодня вернул в Россию, не поменяются. Понятно, что не у всех это получится. Эти преступники, возвращаясь из других стран, будут совершать злодеяния и в России. Эти люди умеют только нарушать закон и убивать, гравить, насиловать и прислуживать тем, кто больше заплатит. Субтитры создавал DimaTorzok